Привет, мои дорогие друзья! Для начала хотел бы начать с не вполне, на мой взгляд, конечно, адекватного украинского спортсмена, который или просто является неадекватным, или является неадекватным еще и трусом, потому что после ситуации со спортсменкой Могучих, которую прогнули настолько, что она начала заявлять о том, что чуть ли не враги к ней подкрались, чтобы сфотографироваться, паралимпиец украинский отказался фотографироваться с россиянами. И обратите внимание, как россияне смотрят на него, мне кажется, они смотрят на него как не вполне вменяемого, потому что вот он отошел, но спустя день после того, как все увидели, что он сиди, я сам открою, он пишет статус, где подтверждает, да, если вдруг вы сомневались, сиди, сиди, я сам открою, тук-тук, и он объясняет, что кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то видит уважение к Украине, каждому свое, с Украиной в сердце, пишет этот неадекват, у которого любовь и уважение к Украине заключается в том, что он паралимпийцам, спортсменам не пожимает руки, не фотографируется с ними. И тут внезапно оказывается, что два месяца назад этот герой не уважал Украину, у него, наверное, не было Украины в сердце, потому что прекрасно он фотографировался с российскими спортсменами. Ой, невдобно, невдобно, как получилось, как так говорится, да? Это когда ты пытаешься быть вот таким, что у тебя они еще отнимут? Что? Ты паралимпийц, спортсмен, да? У вас сборная тренируется в условиях, ну, не лучших. Что у тебя еще заберут? Что еще могут у тебя забрать? Зеленский прилетел в Штаты. Хорошая новость, Зеленский прилетел в США, его там очень сильно ждут, потому что только до него и есть всем дело, и опубликована уже фотография в Телеграме. Вот в Телеграме он прилетел, фотография какая-то, она не как скомканная, знаете, как вроде кусочек выхватили для того, чтобы не было всего. Не создается у вас такое впечатление, да? Переходим, смотрим, какие-то два мужика в кепках, а позже появляется еще одна фотография. Собственно, вот она. Вот это вот делегация, которая встречала Владимира Александровича Зеленского. Да, знаете, помните, как мемчик этот, герой Джона Траволтой такой стоит и поворачивается. В общем, даже на сайте Офиса Президента они не размещают информации о его прилете. Здесь зато размещена информация о том, что в музее Собор Саграда Фамилия по инициативе Зеленской запустили украиноязычный аудиогид, какие-то две тетки стоят с флагом. Вы знаете, вот супруга второго невменяшки, Порошенко, та хотя бы какое-то инклюзивное образование, да, там какие-то для инвалидов, еще что-то, это ездит гида, открывает аудиогиды. Сейчас будет в доме Джорджа Вашингтона или что-то там тоже будет украинский аудиогид. Вы представляете, дойдет скоро до того, что поехала там и теперь у каждого административного здания находится маленький флажок Украины, к примеру, где-то там в Полисаднике или что-нибудь в этом духе. Важным делом занято. Мы начали искать информацию в СМИ, в американских СМИ, что пишут про приезд Зеленского. Это же не просто хухры-мухры. То, что его там встретили, вот такая странная делегация, это ладно. Не ладно, конечно, потому что это же президент, но что об этом пишут? Вот. Находим статью на Financial Times. Я должен сказать, что очень тяжело было найти хоть что-либо. Украина чувствует холод внешней политики. Владимир Зеленский, четвертый слева. Но они объясняют, ввиду очень большой популярности Владимира Зеленского, они объясняют, где именно на фотографии Владимир Зеленский. И здесь сообщается, что будет отчаянно нуждаться в военной и экономической помощи и будет выпрашивать, по сути, ее у президента Байдена. Я должен заметить, что это уже хорошо, когда начинается материал про приезд Зеленского, о том, что он отчаянно нуждается в помощи. В принципе, как всегда. Как обычно. Как это коррелируется с теми бравурными передачами, которые выходят на телеканале Дом, где рассказывается, что Украина. Нам не нужно ничего. Мы способны выпускать новейшее оборудование военное. Здесь также прямо говорится, что происходит с Северным потоком. Потому что Северный поток угрожает лишить Украину миллиардов долларов в доходах от транзита. Тоже недвусмысленно, достаточно сказано, без всяких вот этих вот рассказов. Далее цитируются слова Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности России. И хотя объясняется, что Афганистан и Украина представляют собой совершенно разные соображения безопасности для Вашингтона, тем не менее, цитата, «Спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле, спас ли тот факт, что Афганистан имел статус главного союзника США за пределами НАТО?» Ответим на этот нериторический вопрос. Нет, этот факт не спас. Никоим образом. Но на территории Донецкой и Луганских областей могут иметь дело не с талибами, вооруженными старыми автоматами и в халатах, и в тапочках, а с кое-кем другим. Поэтому здесь вопрос совершенно также другой. Много внимания посвящено в двух статьях, которые мы нашли, о великом приезде великого человека в Штаты. Много внимания уделено именно России, мощи российской армии и так далее. Здесь также цитируется Милованов, гениальнейший советник администрации Зеленского. «Мы не Афганистан, мы не несостоявшееся государство. Мы боремся за свою независимость и суверенитет. Безопасность превыше всего. Мы сделали для безопасности в Европе больше, чем многие другие страны». Они считают, что с такой мантрой получится подразвести. Потому что если мы сделали для безопасности в Европе больше, чем кто-либо, то почему же мы тогда выпрашиваем какое-то вооружение или помощь? В общем, мощные, сильные, но пожалуйста, пустите нас в НАТО. Здесь рассказывается о том, что крупные американские инвесторы внимательно следят за визитом Зеленского в Белый дом, потому что будущие инвестиции зависят от ситуации с безопасностью в Украине. Достаточно комплементарное, я считаю, предположение о том, что крупные инвесторы так следят. Есть предположение, что в Калифорнию Зеленский летит не только для того, чтобы, по его мнению, у него получится просить в главном офисе Google заблокировать канал Шария на территории Украины, но также для того, чтобы предложить заинтересованным лицам украинский литий. Украинский литий, ну вообще литий, это то, что будет на вес золота в ближайшее время, уже сейчас, да, и цена на него значительная. Зеленский, как сообщается, может предложить в обмен на зеркала, там на всякие побрякушки, да, украинский литий, тому же Илону Маску. Это хорошее предложение, я думаю, они будут аплодировать. Далее, люди, знакомые с видением Зеленского в Белый дом, сказали, что украинский лидер будет настаивать на значительном увеличении военной помощи и выпуске гарантированных США облигаций, чтобы помочь восстановить инфраструктуру и перезагрузить экономику. Для чего это делается тогда, как Украина защищает Европу, непонятно. Наверное, просто все силы уже израсходовались, пока защищали Европу. Мне стало интересно, кто написал, кстати, этот материал. О, я был удивлен, Роман Оляарчик написал этот материал. В числе других его значительных материалов, вот этот, к примеру, «Активисты-спортсмен показали человеческое лицо репрессий в Беларуси», а также про смерть Виталия Шишова, великого активиста, который также был всем известен, о котором сейчас чуть замолчали. Второе мы находим издание, которое написало о этом в историческом прилете, «Инсайдер». Президент Украины посещает Белый дом, Байден больше не может позволить себя вести себя хорошо. Ну, то есть, не может себе позволить быть хорошим. Интерес США в Украине в основном заключается в том, чтобы избегать конфликта с Россией. Это прекрасно, я считаю. Послание было ясным. 2 триллиона долларов затраты 2500 убитых американцев, реальность намерена. То есть, имеется в виду, что можно продемонстрировать тот же реализм на встрече с Зеленским. То бишь, хватит вливаний, бессмысленных и беспощадных вливаний средств за территорию Штатов. А то, чтобы подставлять американских военных, американских граждан под чьи-то там пули, сепаратистов, россиян, китайцев, об этом не может быть и речи больше. Все. Да, здесь уже более внятно объясняется, что ожидает Владимир Александрович. Официальная позиция, политические решения администрации Байдена вместо этого отражают ограниченность мощи США за рубежом и второстепенное значение безопасности Украины для национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Я должен заметить, что некоторые говорят, ну это замечаешь это по публикациям, что мол типа вот это администрация Байдена, Байден плохой, а Трамп проявлял большой интерес к Украине, наверное. Или будет проявлять большой интерес, будет вкладывать, наверное, триллионы долларов в украинскую там оборону и так далее. Да, ну уже проверяли вроде как. Послание Байдена Зеленскому должно вместо этого дать понять, что вопрос о членстве в НАТО не обсуждается. А решение ситуации на Донбассе зависит от Киева и сепаратистов. Таким образом, я могу сделать свой скромный вывод о том, что, а, во-первых, Зеленского там никто не ждал и это реальность. Позорное перенесение в третий раз даты прилета об этом свидетельствует. Два. Столь же позорная встреча также может об этом свидетельствовать. Три. Молчание в американской прессе также подчеркивает никчемность визита Зеленского и никчемность самого Зеленского для американского истеблишмента. Я думаю, что путем, нехитрым путем продвижения каких-то материалов через лоббистов, которых оплачивает слуга народа, а это официальная информация, начнут где-то что-то появляться. Но этот визит закончится ничем, потому что он ничем и не мог закончиться иным, ввиду того, что Штаты, и я верю этим отдельным политологам, Штаты присматривают уже другого претендента на роль, потому что Зеленский неадекватен даже для Штатов. Но вообще-то по концовке скажут, что вот США поддерживает, США будут, ну может быть выпишут еще помощи, миллионов на 15. Наблюдаем! Пока! 26 мая 2021 года состоялась сессия Краматорского городского совета, где депутаты большинством голосов поддержали проект о прекращении Краматорской среднеобразовательной школы номер 28 путем ее ликвидации. Наша фракция депутатов, которая представлена в Краматорском городском совете от политической партии Анатолия Шария, не согласна с данным решением. И какие-нибудь были бы аргументы чиновников, мы считаем, что местная власть должна сделать все для сохранения данного учебного заведения. И, конечно же, в первую очередь обязана считаться с мнением своей громады. Мы подали исковое заявление для того, чтобы отстоять право детей на получение образования и защитить конституционные права жителей поселка Новоселов. Хочу напомнить, что жители поселка являются полноправными гражданами нашей громады, а Новоселовка – отдаленный уголок нашего города. Он имеет давнюю историю, у которой есть свои традиции, и существует он больше 200 лет, а школе исполнилось чуть больше 80. У нашей громады возникает простой вопрос. Почему за последние десятилетия местные власти не сделали ровным счетом ничего для того, чтобы он развивался? На пороге учебного заведения невооруженным взглядом мы можем видеть, насколько сильно истрепан наш государственный флаг от явного безразличия вышеупомянутых. А нынешняя вовсе посчитала, что может нарушить привычную жизнь поселка в наше сложное время путем закрытия школы. Ведь поселок образовался на полвека ранее, чем сам город Краматорск, и несет определенную историю нашего края. У меня в руках сейчас решение Донецкого окружного административного суда. Он аннулирует решение Краматорского городского совета об ликвидации данного учебного заведения. Это 6-месячный труд нашей фракции и ваших усилий. Спасибо, Павел. Вы в праве отстаивать жизнь в вашем поселке, потому что это ваше право, а наша задача – защищать ваше право. Вы знаете о том, что в городе идет трансформация школ. У меня есть три варианта, вот опрос для вас, три варианта, чтобы на месте этой школы было. Либо это та же школа, 28-я, как она и была, первых-вторых ступеней. Либо может, если здесь достаточно детей дошкольного возраста, оставить, допустим, начальное звено и открыть группу детского сада. Ну, либо на базе школы может остаться либо начальная школа и среднее звено, либо среднее звено и старшее звено. Вот мы предлагаем для вас такой опрос. Перед тем, как жители Новоселовки поставили свои подписи, мы объяснили им, что это только начало пути. Данное решение суда об отмене решения о ликвидации любимой школы не будет иметь смысла, если не начнем самостоятельно вместе создавать качество нашей жизни. В этом и заключается идея политической партии Артолия Шарея. Однажды наш лидер сказал примерно так. Патриотизм не выражается в том, чтобы собраться вместе и спеть гимн, одеть вышиванку и любить только свое. Патриотизм – это когда мы собрались вместе и построили, к примеру, школу на маленьком поселке. Построили мосты, больницы – это патриотизм, потому что сделали это вместе. И здесь нельзя не согласиться. Настоящий патриотизм ничего не знает о требовании. Настоящий патриот не может ненавидеть. Патриотизм – это уважение к чужому и искреннее проявление ненавидения. Без патриотизма и тело без души. А там кто скажет, как правильно? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok